Здравствуйте! В эфире телеканала СБС и радио СБС-ФМ. Вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Удастся ли закрепить достигнутый прогресс и сделать шаг навстречу к мирному договору? В Москве проходят переговоры лидеров Азербайджана, России и Армении. Азербайджан инициировал создание Зангизурского коридора. Это наше право инициировать все, что угодно, заявил президент Ильхамалиев, отвечая на необоснованные обвинения Никола Пашиняна на заседании ЕС. Россия обвинила Никола Пашиняна в недружественной риторике и призвала премьер-министра Армении, угодившего в очередной политический скандал, нести ответственность за свои слова. За кампанией дезинформации в адрес Турции в ходе выборов стояли те, кто не мог добиться явки даже половины избирателей на голосовании в собственных странах, заявил Реджеп Тайпер Дуган, комментируя введение в наличии диктатуры в Турции. О реализации пилотных проектов по применению электронных накладных на маршрутах транспортного коридора Европа, Кавказ, Азия договорились железнодорожные операторы Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции и Украины. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Глава азербайджанского государства принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, где сделал ряд заявлений. Также после заседания состоялись переговоры президента Ильхама Алиева с российским коллегой Владимиром Путином. Все подробности узнаем у нашей коллеги Эльмиры Мусузаде. Она подключается к нам из Москвы. Эльмира, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Лидия. Да, действительно, мы подключаемся из Кремля. И вот здесь в эти минуты проходит двусторонняя встреча президентов Азербайджана и России. Но проходит она в достаточно позитивной атмосфере встречу. Президент России начал с того, что в Российской Федерации чтят и помнят Гейдара Алиева, выдающегося политического деятеля, столетие которого мы отмечаем в этом году. И российский лидер также рассказал о том, что в высших органах власти Российской Федерации также отмечались памятные даты, связанные с общенациональным лидером азербайджанского народа. Также в регионах прошли памятные даты и вспоминали этого действительно выдающегося политического деятеля. В свою очередь президент Азербайджан Ильхам Алиев отметил, что действительно основу современных отношений между Россией и Азербайджаном задали Гейдар Алиев и Владимир Путин соответственно. И это теплое отношение, которое в России испытывают по отношению к общенациональному лидеру, действительно имеет важное значение для всего азербайджанского народа. Говорили также о двусторонних связях, которые с каждым годом все крепнут. Владимир Путин подчеркнул договор о стратегическом партнерстве, который стороны подписали в феврале 2022 года, отметив, что связи расширяются и есть серьезные перспективы для наращивания такого сотрудничества. В свою очередь Азербайджан также выступает за углубление сотрудничества. Есть очень обширная повестка переговоров, которую действительно лидеры довольно часто обсуждают и сверяют часы по различным аспектам двустороннего сотрудничества. За последний год, можно сказать, прошло очень много как двусторонних, так и многосторонних встреч, в том числе и в рамках различных мероприятий, форумов, саммитов и так далее. И вот как раз говоря про такое экономическое взаимодействие, можно вспомнить саммит ШОС, можно вспомнить саммиты СНГ, на которых встречались лидеры Азербайджана и России и, безусловно, обсуждали перспективы расширения двусторонних отношений. Безусловно, для России Азербайджан представляет интерес в том числе и благодаря своему географическому положению. Здесь нужно понимать, что Баку и Азербайджан в целом это тот важный транспортный логистический хаб, который в нынешних непростых геополитических условиях выходит на первую планку, на первое место. И, конечно, эти масштабные проекты, которые реализовывала Азербайджан и продолжает реализовывать и инициировать, могут сыграть важную роль в том числе и для экономики России. Опять же, можно вспомнить транспортные коридоры, восток-запад, север-юг. Это все то, что сегодня лежит на столе переговоров, что активно обсуждается, так же, как и, к примеру, Зангизурский коридор, который позволит иметь непосредственно сообщение от основной части Азербайджана к Нахчеванской автономной республике и станет тем транспортным узлом, который так важен сегодня не только, к примеру, стране, не только Азербайджану, не только России, но и, к примеру, странам Тюркского мира. Ведь, говоря про ЕАЭС, нужно понимать, что Азербайджан на двусторонней основе сотрудничает со многими странами, которые входят в эту организацию. Несмотря на то, что Азербайджан намерения присоединяться к ЕАЭС не имеет, но имеет достаточно серьезные и плотные контакты со многими странами, за исключением, пожалуй, Армении. И об этом также говорили, о таких перспективах. И, опять же, возвращаясь к такому сотрудничеству в рамках Организации Тюркских государств, здесь нужно вспомнить, что как раз-таки в качестве приглашенного гостя на саммите ШОС президент Азербайджан Альхам Алиев участвовал осенью прошлого года в Самарканде по приглашению президента Узбекистана Шавката Мерзиёева. И тогда, в частности, тоже обсуждались те масштабные проекты, как, к примеру, «Один пояс, один путь», который, в том числе, сейчас так интересен не только странам Центральной Азии, через которые, как планируется и будет, проходить этот маршрут, но и, к примеру, Китаю, который ищет новые рынки для поставок своих товаров. И, конечно, опять же, в свете нынешних непростых геополитических условий транспортные и логистические вопросы выходят на первый план, и, конечно, Азербайджан уделяет этому огромное внимание. Президент Азербайджана также рассказал, какие основные задачи стоят перед азербайджанской экономикой. Это, в первую очередь, ее диверсификация. И в этом, как отметил Глава Государства, есть над чем работать. Но и, конечно, есть чем похвастать. Если, к примеру, рассмотреть экономику Азербайджана за годы независимости, то здесь можно четко увидеть, что, к примеру, процент безработицы снизился с 50% на всего лишь 5%. И страна сегодня обладает полностью независимой экономикой, которая отражается, в том числе, на ее политике, как внутренней, так и внешней. И также можно привести в пример те масштабные проекты, которые инициировал Азербайджан, как, к примеру, Бакутбилиси Карс, который сейчас приобретает действительно очень важное значение, опять же, в свете того, что привычные цепочки поставок, они, к сожалению, уже не так актуальны, как были до, к примеру, февраля 2022 года. Помимо этого, также говорилось про те масштабные работы, которые Азербайджан реализует на освобожденных территориях. Это инфраструктурные проекты, это несколько аэропортов, к примеру, Физулинский и Зангеланский, которые уже сданы в эксплуатацию. Лачинский планирует создать в эксплуатацию в 2025 году. И, безусловно, это тоже позволит интегрировать еще больше Карабахский экономический район, так же, как и Восточный экономический район Азербайджана, Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана, в те масштабные проекты, которые Азербайджан реализует в целом и по всей стране. И, к примеру, вот говоря про Агдам, там уже нужно отметить, что город планирует вернуть себе былую славу такого промышленного города, в котором будут располагаться несколько промышленных парков, что, безусловно, также привлечет инвестиции. Вот говоря про эти инвестиции, можно вспомнить, что не так давно президент Азербайджана находился с визитом в Литве, где проходил совместный Азербайджан-Литовский бизнес-форум. И как раз-таки там бизнесменам, предпринимателям из стран Европейского Союза говорилось о тех перспективах, которые они могут получить, инвестируя в Азербайджан. И тогда, к слову, президент Азербайджана также отметил, что Азербайджан — это environment-friendly страна, то есть она открыта к инвестициям. И, в частности, Карабах как раз-таки планирует стать такой зоной, где будут осуществляться, в том числе и применяться различные льготы для предпринимателей. И, насколько я знаю, опять же, российские компании также заинтересованы в различных проектах в этом регионе Азербайджана. И, конечно, это также может быть предметом переговоров. Но, безусловно, здесь нужно отметить, что все-таки важной повесткой вот этой рабочей встречи президента Азербайджана являются трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, Армении и России, которые должны пройти сегодня. Но перед этим также должна состояться односторонняя встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И там тоже сторонам есть что обсудить. К примеру, можно вспомнить недавние достаточно резкие выпады армянского премьер-министра в адрес российских официальных лиц, а также вся история, которая связана с тем, что Армения всячески критикует ОДКБ и недовольна той степенью поддержки, которую, как Армения говорит, Россия должна оказывать Еревану. И здесь вот как раз проходят масштабные митинги буквально в эти дни, в том числе в Армении, и недовольные позицией Москвы всячески выражают свою гражданскую позицию, и это не стесняются делать в том числе и официальные лица, которые довольно открыто и с резкими выпадами обращаются в сторону Кремля. Конечно, это также будет обсуждаться, но в целом лейтмотив этой трехсторонней встречи, которая должна пройти сегодня, это соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией. В целом мирный договор, он был инициирован именно Азербайджаном, который стремится все-таки к миру и безопасности в регионе, и Баку выдвинул Еревану пять условий, пять принципов, на основе которых и должен быть подписан этот мирный договор. Среди них, помимо прочего, взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, делимитация и демаркация государственной границы и прочее. И здесь нужно понимать, что за последние пару месяцев, с начала мая, я бы сказала, с конца апреля-начала мая, мы видим такой беспрецедентный уровень динамизма в переговорном процессе. И начался он, пожалуй, с переговоров в Вашингтоне, которые вели главы МИД Азербайджана и Армении. К ним также присоединялся госсекретарь США Энтони Блинкен. И тогда обсуждали достаточно широкий спектр вопросов, но в итоге стороны выступили с абсолютно идентичными заявлениями со стороны внешнеполитических ведомств, которых отмечалось, что стороны расходятся по ключевым моментам, но все-таки есть точки соприкосновения, которые могут пойти на компромисс, уступки и могут выслушать позицию друг друга. Диалог был продолжен уже в рамках трехсторонней встречи с Чарлем Мишелем, председателем Совета Европейского Союза. И тогда также отмечалось, что действительно стороны нащупали какую-то позитивную динамику, и оптимизм довольно весомый также звучал в заявлении, которое сделал Шарль Мишель по итогам этой трехсторонней встречи. Спустя пару дней после встречи в Брюсселе, встречи в ЕС, премьер-министр Армении выступил с заявлением в Рейкиавике, в Исландии, там он выступал на саммите, где отметил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, он назвал конкретные цифры, и затем сам же армянский премьер признался, что в эти цифры в том числе входит и Карабах, и также те анклавы села Азербайджана, которые находятся под контролем Армении до сих пор. И несмотря на то, что Пашинян подвергается достаточно резкой критике со стороны определенно настроенных реваншистских кругов в самой Армении, в той части Карабаха, в которой дислоцированы российские миротворческие силы, Пашинян все-таки признал территориальную целостность Азербайджана, и об этом в том числе сказал сегодня и президент Азербайджана Эльхам Алиев, отвечая на необоснованные претензии армянского премьера, который оскорбился словом «Зангизурский коридор» в выступлении азербайджанского лидера и попытался обвинить Азербайджан в территориальных притязаниях к этой республике. Что ему сделать не удалось, президент Азербайджана в очередной раз в такой ликбе с армянскому премьеру, где рассказал о том, что слово «коридор» не обозначает какие-то территориальные притязания. Мы можем говорить, к примеру, про коридор «Восток-Запад», «Север-Юг», и это не означает какую-то экстерриториальность. При этом армянский премьер также в довольно нервозной форме начал обвинять Азербайджан в том, что блокируется Лачинская дорога, и якобы Азербайджан не пропускает, не выпускает граждан из Карабахского региона Азербайджана, на что президент Азербайджан Альхам Алиев рассказал про то, что на Лачинской дороге установлен контрольно-пропускной пункт, который досматривает всех проезжающих, но при этом препятствий для проезда мирным гражданским людям, так же, как и, к примеру, каретам скорой помощи Международному комитету Красного Креста, не создает. Это видно в том числе и в кадрах, которые распространены в социальных сетях, в том числе и наша съемочная группа также находилась в Лачине и имела возможность снять этот контрольно-пропускной пункт, пограничный пропускной пункт, там наряду с азербайджанскими пограничниками несут службу в том числе и таможенники, и все это в очередной раз показывает, что, к сожалению, Армения, которая сама признала территориальную целостность Азербайджана, сейчас пытается сыграть на каких-то силах и отказаться от ранее принятых решений, хотя вот, к сожалению, такая практика есть, что перед началом переговоров какие-то определенные провокации все-таки происходят в регионе, и если обратиться к истории, то можно вспомнить, не такое далекое, к слову говоря, можно вспомнить, что на фоне трехсторонних переговоров в Брюсселе также была перестрелка на условной азербайджано-армянской границе, в результате которой погибли военнослужащие, и вот сейчас, буквально пару дней назад, также определенные боестолкновения велись на условной границе. Для чего это делается, непонятно, точнее, есть уже предположение о том, что это все пытается, такими провокациями армянская сторона пытается перетянуть главную тему переговоров с какой-то продуктивной риторикой и конкретных решений, конкретных достижений на то, что происходит в регионе, но мы будем наблюдать за развитием событий, к тому же ожидается, что все-таки определенные заявления будут сделаны, в частности, по тому, что касается разблокировки транспортных узлов и артерий. Но пока что продолжается еще двусторонняя встреча лидеров Азербайджана и Армении, а наша съемочная группа продолжит отслеживать развитие ситуации. Недоумение и неоднозначную реакцию участников заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе вызвало заявление премьер-министра Армении Никола Пушиняна, который обвинил Азербайджан в территориальных притязаниях к Армении, на что президент Ильхам Алиев дал достойный ответ. Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана России и премьер-министра Армении – одна из основных причин, обусловивших участие азербайджанского лидера Ильхама Алиева в качестве гостя на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. В своем выступлении в ходе заседания в расширенном составе глава государства заявил, что последние 30 лет успешно развиваются отношения Азербайджана со всеми странами ЕАЭС, кроме Армении. Ильхам Алиев также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за усилия Москвы в деле нормализации отношений Баку и Еревана. По мнению экспертов, Россия является наиболее важным участником принуждения Армении к миру. Для Азербайджана, мы понимаем, не так важно, на какой именно площадке произойдет принуждение Армении к миру – в Москве, в Вашингтоне или в Брюсселе. Поэтому я считаю, что Азербайджан четко и грамотно ведет свою дипломатическую линию на додавливание вот этого реакционного элемента в армянском руководстве. На принуждение Армении к миру, разблокирование транспортных коммуникаций и разблокирование, по сути, нормальной жизни в регионе. Подписание мирного договора, делимитация и демаркация границы. По мнению аналитиков, каждая встреча на высшем уровне повышает шансы на окончательное урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией. При этом стороны до сих пор не достигли консенсуса в вопросе открытия Зангизурского коридора, который должен стать частью международных железнодорожных маршрутов. Что касается Зангизурского коридора, понятно, что Никол Пашинян, что называется, играет свою игру. Он прекрасно понимает, что Зангизурский коридор будет открыт, что Россия этого добьется, что Азербайджан этого добьется, что цель здесь будет выполнена. Но для внутренней аудитории, для его избирателей, ему важно показать, что как же, это же совершенно неслыханно и немыслимо, это все не обсуждали. Все как бы Никол Пашинян понимает. Выхода у него нет, деваться ему некуда. И Россия, и Азербайджан в один голос говорят. Карабах – это Азербайджан. И никаких сомнений здесь быть не может. Поэтому не нужно поддаваться на вот эти вот пашиняновские ужимки и прыжки. Скоро открытие транспортных коммуникаций сделает долгожданный мир на Южном Кавказе реальностью, считают эксперты. Очередной раунд переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией мы обсудим с нашим гостем. К нам подключается Дарья Гревцова, заместитель директора Института политических исследований. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе обвинил Азербайджан. А именно он выразил недовольство тем, что Лачинская дорога названа дорогой. Также он увидел какие-то территориальные притязания к Армении в этом. На что президент Азербайджана дал достойный ответ. Вот как можно трактовать такие высказывания Никола Пашиняна на фоне переговорного процесса, опять же? Ну, Никол Пашинян хочет привлечь к себе внимание и показать, прежде всего, России, что он ей недоволен и что проблема многие у Армении как раз-таки из-за России. И вообще, что Россия не поддерживает Армению. Это мы видим уже на протяжении последнего времени, что Никол Пашинян очень смотрит на Запад и считает своими союзниками как раз западные страны, Францию особенности. Даже наблюдатели, которые находятся сейчас со стороны Армении, они не от АДКБ, а именно от Европейского Союза. Хотя АДКБ, конечно же, это предлагало, чтобы были ее наблюдатели. Но Никол Пашинян отказался. И сейчас такими громкими заявлениями он пытается, ну, скажем так, будоражить общественность, также играть на свой пиар-имидж именно у себя в стране, чтобы показать, что он не так лоялен и не готов на все те уговоры, на которые на него давят и со стороны Москвы, и со стороны Азербайджана. То есть такая его принципиальная позиция. Вот как, по вашему мнению, можно добиться мира со страной, лидер которой мало того, что он путает, а понем и так же он и выступает с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана? Ну, конечно же, он не смирился с тем, что Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне, и что Азербайджан сейчас главный игрок в регионе, и у Азербайджана хорошее отношение с Россией, в отличие от отношений Армении и России. Поэтому он и пытается показать всем, что его будет сложно уговорить или решить все так, как говорит Азербайджан. Но по последним его выступлениям мы видим, что все-таки и Азербайджану, и международному сообществу, и России, и Евросоюзу удается небольшими шагами, но все же влиять на Пашиняна. И вот мы послышим его последние речи, что он признает территориальную целостность Азербайджана. Но тоже здесь он признает ее с оговорками, ведь он хочет автономии для карабахских армян. На это совершенно не готов Азербайджан, потому что помнит, к чему это может привести. Поэтому, пытаясь как-то лавировать и стоять на своем, Пашиняна и вот такими вот заявлениями привлекает к себе внимание. Вот при этом казалось, что после признания руководством Армении Карабаха частью Азербайджана и территориальной целостности Азербайджана, вот с указанием конкретной площади согласование других каких-то пунктов мирного договора пойдет намного быстрее. Да, хотелось бы в это верить, но, к сожалению, вот я как говорила, что Пашинян хочет, чтобы в этом мирном договоре был пункт об автономии армян, о защите их прав, на что, естественно, не готов Азербайджан. Азербайджан считает, что раз они находятся в Азербайджане, они должны быть наравне со всеми правами тех, кто проживает в Азербайджане. Поэтому то, что хочет Никол Пашинян, это невозможно вписать в мирный договор. А без этого он не хочет подписывать, потому что боится за безопасность, опять же, своих же граждан. Ну и за то, что если он просто так подпишет этот договор, ему в Армении этого не простят и скажут, что давай-ка уходи отсюда, раз ты так предаешь нас, своих избирателей. Ведь мы прекрасно слышим, что и диаспоры выступают против Пашиняна, да и реваншистские силы довольно сильны в Армении, которые просто могут сместить Пашиняна. Поэтому ему нужно за что-то зацепиться и показать, что он просто так Карабах не отдает. Да, признает территориальную целостность, но подписать мирный договор только вот с этим условием автономии. Поэтому, естественно, нужно давление на Пашиняна оказывать и со стороны мирового сообщества, и со стороны России, потому что все понимают, что другого выхода у Пашиняна нет, только подписание мирного договора. Каким образом защитить права, пускай он думает сам, может быть, это какое-то дополнительное соглашение, но текст мирного договора должен быть, конечно же, на условиях Азербайджана, на условиях победителя. Дарья, вот вы как раз-таки затронули то, что в Армении нарастают противоречия, оппозиция хочет отставки Никола Пашиняна, а в том числе в его адрес сыпется масса угроз со стороны оппозиции. Вот на ваш взгляд, опять же, может ли это привести к каким-то более серьезным посредствиям, скажем так? Да, вполне может, если Пашинян сейчас объявит, что обо всем договорился и готов подписать мирный договор на всех условиях Азербайджана, конечно же, люди выйдут на улицу, реваншистские силы выйдут на улицу. Но, я полагаю, он такого сейчас не сделает, поэтому будут недовольства, но оно как бы такое постепенно нарастающее. Все будет зависеть от дальнейших его шагов и дальнейшей его работы с обществом. Насколько он может показать обществу, что другого пути у него просто нет, никакая война Армении сейчас не нужна, да и она ее не сможет выиграть, а нужен мир и стабильность и взаимодействие со своими соседями, в том числе и с Турцией также, что это откроет дополнительные источники финансирования и различных проектов. Поэтому работа вот такая с общественным им будет сейчас, я надеюсь, продолжена. И вот эти вот недовольные, они, конечно же, будут шуметь и раздувать, скажем так, недовольство в СМИ, но в какой-то сильный протест сейчас после этих переговоров не выльется, поскольку Пашинян все же ориентирован на Запад и если и будет какие-то такие серьезные решения, то, скорее всего, он будет их принимать на западных, на европейских площадках, нежели в России, зная, что Запад, наоборот, показывает, как он на стороне Армении, та же самая Франция или Евросоюз в Брюсселе, будут просто какие-либо заявления, скорее всего, сделаны так, по желанию Армении, хотя, в принципе, и Азербайджану без разницы, где Пашинян это сделает, но его некая поддержка, что, может быть, поддержит его в глазах избирателях, что это сделал он именно в Европе, и это как бы европейский выбор Пашиняна. Дарья, большое вам спасибо за то, что ответили на наши вопросы, уделили нам свое время. Спасибо. А я напомню, что к нам подключалась заместитель директора Института политических исследований Дарья Гривцова. Обсуждение по очередному раунду переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном мы продолжим говорить с нашим гостем Фихретом Садыховым, политолог, профессор Западно-Каспийского университета. Добрый вечер, вы меня? Да, Фихрет Мелем, вы меня слышите? Здравствуйте. Да, Фихрет Мелем, здравствуйте еще раз. Добрый вечер, здравствуйте. Ну что ж, сегодня Никол Пашинян на заседании Высшего Совета Евразийского экономического совета в расширенном составе выступил с заявлением, в котором обвинил Азербайджан в территориальных притязаниях к Армении, на что глава азербайджанского государства, безусловно, дал достойный ответ. Вот как вы считаете, как можно вообще интерпретировать данное заявление армянского премьера? Армянский премьер, по всей вероятности, работал на армянскую общественность. Положение у него сложное, против него выдвигают различные обвинения, его обвиняют в предательстве, идут митинги, требуют отставки ему после того, как он сделал признание по поводу территориальной целостности Азербайджана и заявил о том, что карабахский вопрос должен быть решен между Баку и Хан Кянди. Естественно, ему надо каким-то образом оправдываться, и он должен продемонстрировать лояльность, волю политическую. Но в конечном итоге он, конечно, был смешан, потому что президент Азербайджана Ильхам Малеев был настолько убедителен и доказателен, что, я думаю, что это понял не только сам Пашинян, но и все те, кто присутствовали на заседании Высшего Совета Евразийского экономического форума. По сути, он говорил о каких-то терминах. Коридор, армянский перекресток, я не знаю, здесь дорога, там еще что-то, то есть он абсолютно, видимо, или не понимает, или хитрит, или он просто пытается сделать хорошую мину при плохой игре, потому что, ну, азербайджанский президент ему очень четко, ясно, чуть ли не на пальцах объяснил, что такое коридор и в чем позиция Азербайджана, что мы инициируем Зангизурский коридор. И это наше право. Более того, речь шла о том, что должны быть открыты все коммуникации в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года, на который, кстати, все время ссылался Пашинян. А там есть очень четко зафиксированный пункт о том, что все транспортные, экономические коммуникации, связи должны быть открыты. Значит, должен быть открыт этот же коридор, дорога между Азербайджаном и Нахчеланской автономной республикой. Что тут непонятного, что тут неясно для Пашиняна? Кого он пытается ввести в заблуждение? Себя, присутствующих или тех, кто живет сегодня в Армении и ждет его возвращения, чтобы выступить с протестом, наверное, против его позиций по Азербайджану, называет какие-то непонятные термины армянский перекресток. Он вообще не понимает, что такое слово «перекресток». То есть дорогу, которая соединяет азербайджанскую материковую часть со своей другой частью территории Нахчелана, он называет армянским перекрестком. Ну, это вообще ни в какие ворота не влезает, потому что, по сути, Пашинян просто не в курсе. Он просто настолько, видимо, запутался и в терминах, и в понятиях, и вообще в своей позиции противоречивой, что он просто не в состоянии выразумительно понять и сделать какие-то соответствующие выводы. Более того, и Армении, и региональным государством, и самой России, потому что это транспортный коридор, через который будет проходить грузы, они будут проходить в обоих направлениях. И, кстати, это настолько очевидно, что, видимо, степень выгоды отходит у Армении, у армянского примера на задний план. То есть политическая составляющая удержаться у власти, сохранить свое правление, не быть подвергнутым отставке или, я не знаю, серьезному импичменту, видимо, его выводят на такую позицию. То есть он, игнорируя своими интересами, экономическими интересами, он сейчас говорит о какой-то свободной экономической зоне с Ираном. Я вот не могу понять, что за экономическая зона с Ираном может быть в условиях достаточно сложной геополитической ситуации, когда против Ирана введено огромное количество санкций, где, собственно говоря, экономика сама на ладан дышит. Кого он пытается обмануть, что он пытается создать, что это за экономическая зона, вообще кто там будет участвовать, какие игроки туда могут вкладывать инвестиции в настоящее время, вот в этой сложной ситуации геополитического противостояния. Я думаю, что вот эти все его попытки, ну, попытки противостоять Азербайджану и играть на терминах, они приводят к тому, что он просто полностью сам себя разоблачает. И это настолько очевидно, что, по сути, не вызывает абсолютно ни у кого никаких сомнений. В Москве сегодня должна состояться трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении. Планируется рассмотреть ряд вопросов, также касающие положения мирного договора между двумя странами. Вот на ваш взгляд, каких результатов стоит ждать сегодня? Вообще удастся ли укрепить достигнутый прогресс? К переговорам мы идем, в принципе, в контексте тех заявлений, которые были сделаны накануне армянским премьером. Он заявил о том, что он признает территориальную целостность 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана. Он заявил о том, что он считает, что Карабах – это часть Азербайджанской республики. Это очень важное заявление при всем том сложившемся положении, которое сегодня существует и тех отношений, которые существуют между Азербайджаном и Арменией. Он заявил, даже отвечая на вопрос журналиста о том, что возвращаются Азербайджану. То есть вот эти вот семь анклавов казахского района и один анклав в Нахчеване, в Нахчеванской автономной республике. То есть он полностью признает возвращение в Азербайджан вот всех этих до сих пор оккупированных населенных пунктов. Это очень важное признание. Если он будет последователен в процессе переговоров, я думаю, можно. Они могут в сторону прийти к какому-то разумному решению. Если Армения не будет снова создавать какие-то проблемы, вставлять палки в колеса, опять уводить в сторону от решения проблемных вопросов, главных, ключевых проблем и говорить снова о терминах, связанных с коридором, с перекрестком армянским и так далее, то в этом случае, конечно, можно прийти к какому-то разумному решению. Конечно же, вот его выступление в Москве на форуме Евразийского совета все-таки подвергает сомнению его более последовательную позицию на переговорах. Потому что если он будет продолжать эту линию, то вряд ли при такой ситуации, при такой позиции Армении возможен какой-то мирный договор. То есть, видимо, необходимо еще какое-то время, чтобы Азербайджан благодаря своим усилиям, своему давлению все-таки добился того, чтобы он прекратил ерничать, прекратил метаться и в конечном итоге пошел на мирное соглашение с Азербайджаном. Фикрет Муэрин, большое вам спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Всего доброго. Я напомню, что к нам подключался политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фихрет Садыхов. Главной политической темой уходящего дня стало заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров стран ЕАЭС. Заседание запомнилось Димашем, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который с треском провалился. Продолжит мой коллега Шамистан Мамедов. Шамистан, здравствуй. Здравствуй, Лидия. Итак, мероприятие прошло в необычайно торжественной обстановке, что обусловлено особым вниманием, которое Москва уделила его проведению. С учетом войны в Украине, сложившейся и сложившейся геополитической ситуации, у России осталось не так много платформ для обсуждения вопросов международного сотрудничества. И Высший Евразийский экономический совет оказался лучшим вариантом для сверки часов с лидерами стран-партнеров. Участники заседания говорили много, в основном об экономических вопросах, но поднимались и проблемы, с которыми столкнулась продвигаемая Москвой евразийская интеграция. Возможно, поэтому некоторые российские СМИ пытались сделать сенсацией точное участие на заседании президента Азербайджана Ильхама Алиева, пытаясь привязать это к индекорационной повестке. Как известно, Азербайджан не является участником данного объединения. Обусловлено участие президента Азербайджана на мероприятие является крайне знаменательным событием. Но присутствие Ильхама Алиева на заседании было обусловлено личным приглашением президента России Владимира Путина, а также трехсторонней встречей лидеров Азербайджана, России и Армении. Очевидно, что Ильхаму Алиеву были важнее предстоящие переговоры с Пашиняном. Впрочем, президент Азербайджана не чувствовал себя чужим на заседании Высшего Евразийского экономического совета и держался более чем уверенно. Не секрет, что у Азербайджана тесные двусторонние связи с каждой из участниц ЕАЭС, за исключением Армении. А внешний торговый оборот Баку с этими странами приближается к внушительной сумме в 5 миллиардов долларов. Президент Ильхам Алиев очень удачно поймал лейтмотив встречи и говорил об экономике. Отмечая такие важные направления, как диверсификация, экспорта, развитие логистики и транспортных маршрутов, ни для кого не секрет, что благодаря политике Ильхама Алиева за последние годы была проделана колоссальная работа по развитию транспортного потенциала Азербайджана и в частности транспортных коридоров. В результате успешной экономической политики было обеспечено стабильное развитие транспортного сектора как одной из важнейших составляющих частей национальной экономики. Благодаря всему этому Азербайджан превратился в страну-транзитера, через территорию которой проходят миллионы тонн грузов с востока на запад и с севера на юг. Это стало возможно благодаря инициированным Ильхам Алиевым масштабным инфраструктурным проектам железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, ставшей одним из основных связующих звеньев многих транспортных коридоров на евросийском пространстве. БТК на данном этапе и в обозримом будущем становится одним из центральных звеньев логистических цепочек. Наряду с БТК реализуется еще один важный проект – Зенгизурский коридор, который поможет не только диверсифицировать пути доставки грузов, но и существенно повысит пропускную способность железных дорог Азербайджана, а значит увеличит количество транзитных грузоперевозок как по маршруту восток-запад, так и по коридору север-юг. И обо всем этом Ильхам Алиев говорил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участники которого не понаслышке знают об инфраструктурном феномене Азербайджана. Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан рассчитывает на укрепление взаимодействия со странами-членами ЕАЭС. После Ильхама Алиева слово было передано подключившемуся по видеосвязи президенту Таджикистана. А когда очередь доходила до следующего участника, протокол неожиданно нарушил премьер-министр Армении Никол Пашинян. На ломанном русском армянский премьер решил вставить реплику к выступлению президента Ильхама Алиева, попытавшись обвинить Азербайджан в выдвижении территориальных претензий к Армении. Больное воображение армянского премьера задела формулировка «Зангизурский коридор». И ссылаясь на трехстороннее заявление от 2020 года, Никол Пашинян попытался убедить присутствующих, что коридор может быть один, и он лачинский. При этом Пашинян отметил, что его страна готова к переговорам по разблокировке транспортных коммуникаций. Ответ Ильхама Алиева не заставил себя ждать. Президент Азербайджана отметил, что надо иметь очень буйную фантазию, чтобы увидеть в его словах территориальные претензии к Армении. Ильхам Алиев отметил, что использование слова «коридор» также применительно к маршруту север-юг и восток-запад, подчеркивая, что данное слово не может быть расценено как посягательство на чью-либо территорию. По его словам, есть реальные предпосылки для мирного соглашения, с учетом того, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана. Граница между Арменией. Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», который я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору «Север-Юг», точно так же это слово используется и применительно к коридору «Восток-Запад». Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Как Владимир Владимирович также отметил, я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана. Спасибо. Но Пашинян не унимался. Снова взяв слово, напомнил о Лачинской дороге, обвинив Азербайджан якобы в блокировке дороги. Ильхам Алиев парировал очередное обвинение, отметив, что никакой речи о блокировке дороги нет, и по ней свободно перемещаются лица армянской национальности. Армянский премьер вновь попытался увести тему встречи, но на сей раз терпение не выдержало уже у Владимира Путина, который прервал дискуссию. Российский президент призвал не заострять внимание на формулировках и терминах, а сконцентрироваться на принципиальном вопросе. Достигнута договоренность о взаимном признании территориальной целостности. Путин, явно недовольный Димашем армянского премьера, напомнил, что в скором времени предстоит трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана и Армении, на которой будет предостаточно времени, чтобы обсудить второстепенные вопросы. Иными словами, очередной Димаш Никола Пашиняна в Москве провалился. Проявив все свои дипломатические качества, президент Азербайджана Ильхам Алиев парировал все голословные обвинения армянского лидера. Позиция Азербайджана вновь признана принципиальной, а доводы Армении второстепенными, о чем открыто заявил и президент России Владимир Путин. Коллеги высказались, свою позицию сформулировали, для них это важно. Хочу сказать, что в завершении этой части мне кажется, что терминология, о которой мы с вами втроем и в всяком случае очень хорошо знаем, другим словом называется юридическая техника, коридор, дорога, прочее, прочее. Это важно, но гораздо... И здесь есть определенные противоречия. Но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали, и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренности, тоже принципиального характера. И это действительно база для того, чтобы договориться по другим, все-таки вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение. Лидия, как мы видим, очередной Димаш Никола Пашиняна, руководство Армении проводился с треском. И в очередной раз Пашинян продемонстрировал отсутствие каких-либо дипломатических качеств, каких-либо умений вести нормальную дипломатию. На что получил и достойный ответ глава Азербайджанского государства. Большое спасибо, Шамистан. Шамистан Мамедов рассказал о Демарше, премьер-министр Армении Никола Пашиняна. На полях высшего Евразийского экономического совета началась в эти минуты встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алеевым. Так же, как ожидается, сегодня в Кремле пройдет трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении. Продолжаем выпуск. Армянский реваншизм может сорвать процесс заключения мира между Баку и Ереваном. Оппозиция Армении выступает с угрозами в адрес Никола Пашиняна, проводящего переговоры с лидерами Азербайджана и России в Москве. Пашиняну лучше подписать заявление о своей отставке, чем подписывать мир с Азербайджаном, пригласили парламентарии от оппозиционных фракций. Армянская оппозиция намеренно нагнетает обстановку на фоне переговоров лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве. Реваншистские круги страны пытаются любыми способами, в том числе путем угроз, сорвать переговорный процесс по нормализации отношений. К угрозам в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна присоединился накануне депутат от оппозиционной фракции Айк Мамеджанян. Парламентарий устроил часовой брифинг ловкой манипуляции фактами. В попытке настроить армянского общества против инициатив Баку, Мамеджанян назвал возможный мирный договор с Баку смертным приговором для Армении. Пашиняну лучше подписать заявление о своей отставке, чем подписывать мир с Азербайджаном, пригрозил депутат. Для того, чтобы заставить нас замолчать, у Пашиняна лишь два варианта. Арестовать или убить нас. Мы ведем обсуждение с нашими партнерами по оппозиции. Даже если мы останемся одни, то все равно будем бороться до конца. Очевидно, что Пашинян с легкостью не уйдет, с легкостью оторвать его от кресла не получится. Но мы не так уж и плохи в этом деле. Еще увидите, на что мы способны. Представители армянской оппозиции призвали Никола Пашиняна не бояться оппонентов и пригласили его на публичные дебаты. Они списали на премьеры также ухудшение отношений с так называемыми союзниками Армении. Реваншисты считают, что глава армянского Кабмина недостаточно настроил страну ОДКП против Баку. Потенциал военной организации, считает Айкмамиджанян, можно было использовать в военных действиях против Азербайджана. Вы только вспомните, какой пакет помощи предлагал ОДКБ. Речь шла в том числе о вооружении и размещении контингента. Наш этот документ не подписали. Сказали, что он плохо составлен. Раз так, то почему этот документ был согласован на уровне глав страну ДКБ? Если переговоры не удались, почему глава МИД Армении Мирзаян все еще не уволен? Угрозы звучат не только в адрес премьера Армении, но и его сына Ашота. Оппозиционные СМИ сообщают, что сегодня следствие изъяло все записи с камер видеонаблюдения, установленных в апелляционном суде в связи с инцидентом с участием Пашиняна-младшего. Тем временем Гаяне Акапян, арестованная по обвинению в похищении Ашота, отказалась от борьбы и адвокатской помощи из-за давления властей. Напомним, задержанная является матерью одного из армянских солдат, погибших во Второй Карабахской войне. Оппозиция спекулирует этим фактом для разжигания еще большей ненависти к Николу Пашиняну. А теперь к новостям в экономике продолжит моя коллега Анастасия Панарина. А сейчас к нам подключается доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, с которым мы обсудим визит президента Ильхама Алиева в Москву. Ильгар Марин, наш первый вопрос. Вот в своем выступлении президент Азербайджана на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве коснулся темы преимущества экономического сотрудничества. Вот говоря о двухсторонних связях со странами-членами Союза, которые благополучно развиваются, вот что нам интересно в таком партнерстве? Ну, здесь, наверное, следует отметить, что у нас, на самом деле, со всеми этими государствами налажены очень достаточно эффективные экономические связи, торгово-экономические связи, развиваются транспортные связи. И нам, конечно, интересно взаимодействие с этими государствами, поскольку они являются частью тех проектов, которые с участием Азербайджана успешно реализуются. Достаточно отметить, что в транскаспийском международном транспортном маршруте участвует, в частности, Казахстан, который является членом ЕАЭС. Кроме того, мы говорим о развитии сегодня срединного коридора, и здесь формируются новые транспортные артерии, в которых принимают участие, скажем, Кыргызстан, Узбекистан. Кыргызстан является членом ЕАЭС, Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС. Конечно, так или иначе, есть взаимодействие в этом направлении. У нас есть отдельная программа взаимодействия с Российской Федерацией, экономические проекты, транспортные проекты, в частности, проект транспортной магистрали «Север-Юг», который сегодня также развивается. В марте месяце вице-премьер Российской Федерации Аверчук посещал Азербайджан, открывали совместно с вице-премьером Азербайджана господин Мустафаева, новый пограничный пропускной пункт. Здесь есть возможность для расширения объемов грузоперевозок как автомобильным транспортом, но сегодня стороны все более практично говорят о расширении объемов перевозок также и железнодорожным транспортом, особенно в свете реализации проекта строительства железной дороги «Решт-Астара». Конечно, мы предполагаем, что и в случае в ближайшее время в аспекте реализации Зангизурского транспортного коридора там также есть и железнодорожный сегмент, и автомобильный сегмент. Вот этот проект может быть интегрирован как в систему транспортных маршрутов «Восток-Запар», так и в систему транспортного маршрута «Север-Юг». Кроме того, когда мы говорим о взаимодействии со всеми этими странами, конечно, имеется в виду и взаимодействие в инвестиционной сфере, в промышленной кооперации, также очень подробно рассматриваются эти вопросы и в двухсторонней повестке, и в многосторонней повестке. Растет товарооборот с этими государствами. Азербайджан является важным транспортным, и не только транспортным, но, наверное, если шире говорить, и энергетическим звеном в реализации крупных таких проектов с участием стран ЕАЭС. Поэтому, по логике вещей, получается, наше взаимодействие с этими государствами, а также диалог между Азербайджаном и ЕАЭС, в данном случае является одним из основных условий для развития наших экономических интересов в этой обширной географии. Вы как раз затронули тему Зангизурского коридора. Как вы оцениваете его потенциал для экономики всего региона, а также его геополитическую роль? — Зангизурский коридор признан всеми потенциальными участниками в качестве важного транзитного звена, важного коммуникационного звена, который повышает транзитный потенциал не только Азербайджана, но и всех тех государств, которые имеют интерес в развитии этого коридора. И в этом аспекте следует, наверное, обратить внимание на то, что Зангизурский транспортный коридор является, скажем, такой узловым пунктом или же узловым транспортным звеном, который обеспечивает связь между крупнейшими региональными проектами, в частности, транскаспийский транспортный маршрут и маршрут север-юб. Поскольку вот на этом участке пересекаются две эти крупные, крупнейшие субрегиональные транспортные артерии. Через Зангизурский коридор можно подключиться к системе железных дорог Турции, Ирана, России, но через Зангизурский коридор также можно подключиться к транспортным артериям Центральной Азии. То есть это вот такая очень эффективная развилка, транспортная развилка, которая в интересах всех его участников. Не случайно и в двусторонних контактах, и в многосторонних контактах, в частности, в рамках организации тюркских государств, часто указывается на то, что Зангизурский коридор может стать драйвером экономического сотрудничества целого ряда различных государств. В этом аспекте, конечно, у него есть огромный потенциал. И надо отметить, что это не только железные дороги, не только автомобильные дороги. Зангизурский коридор также подразумевает реализацию крупных энергетических проектов, в частности, строительство высокобольтной линии электропередач, связывающей Азербайджан со странами Европейского Союза. Это тоже Зангизурский коридор. То есть Зангизурский коридор – это многофункциональный, мультимодальный транспортный проект, который является, скажем, условием для взаимодействия всех государств, которые, ну, скажем, заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном и не только с Азербайджаном, со странами нашей географии. Вот, к сожалению, приходится, и вот на сегодняшнем саммите мы видели, достаточно близорукие, просто откровенно скажем, неграмотные оценки вот этого самого коридора. Это, видимо, от того, что, ну, те, кто высказывает такие оценки, еще не понимают, что это такое. Почему не понимают, тоже можно объяснить. У них никогда коридоров не было. По их территории никогда транспортных коридоров, нормальных, таких многофункциональных коридоров никогда не было. Поэтому они знают, что это такое. А всякое неизведанное, оно сначала как бы страшит, пугает, отпугивает. И они рисуют себе какие-то страшилки, пугалки и так далее. А на самом деле, на самом деле здесь колоссальный потенциал. Просто необходимо его реализовать разумно. Вот азербайджанская сторона строит на своей территории, активно строит все эти транспортные коммуникации. И автомобильные, и железные дороги, и линии, высоковольтные линии электропередачи, и, значит, крупные подстанции, региональные подстанции, которые могли бы обеспечивать эффективную передачу электроэнергии дальше на Запад. Что делается в соседней стране? Ни одного, как бы, колышка не вбито в их участок железной дороги. Мы не видим строительства автомобильной дороги. Ничего не происходит. Вот мы надеемся, что в ближайшее все-таки время и там вот начнутся такие серьезные работы, которые позволят довести до логического, значит, завершения этот важный, грандиозный проект. Совершенно с вами согласна, Ильгар Меолим. Благодарю вас, что ответили на все наши вопросы. Всего доброго. До свидания. Спасибо. А и напомню, что с нами на прямой связи был доктор философии по экономике Ильгар Велизадер, с которым мы обсудили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Ну что ж, это были все новости экономики на сегодня. Мы будем и дальше следить за ходом событий как в мире, так и в регионе. Лидия. Большое спасибо, Анастасия. Анастасия Панарина представила экономический блок. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»